здравствуйте дорогие коллеги я надеюсь все работает сейчас подключимся в розеточку а то это может все закончится о отлично 50 человек на химии это же это же как как хорошо сегодня у нас конечно не так все весело как царом и хотя хотя я считаю что тоже очень неплохо пока у нас еще две минуты до начала я бы хотел о сейчас поднимем звук микрофона вот так все наверняка меня сейчас лучше слышно в общем друзья приветствую вас те кто уже подключились мы сегодня будем говорить о процессах происходящих наших тканях о сложных процессах у нас вот заявлено полинуклеотиды просто сложно вот здесь все три все три слова ну практически описывают о чем мы сегодня будем говорить полинуклеотиды это понятно о сложном это будет архи сложные вещи но мы конечно не закроем все вопросы но я это будет скажем так вступительные вступительный момент в этот непростой сложный но простой мир вот скажем вот так сложный но простой грубо говоря когда мы что-то понимаем когда мы что-то понимаем все становится простым сложно это когда мы чего-то не понимаем а мы не понимаем по двум причинам чего-то или же мы не знаем или же мы не достаточно вникает ну со знаниями у нас все в порядке сейчас у нас очень много очень развита молекулярная биология биохимия осталась вторая часть мы не очень понимаем вникаем то есть не осознаем что происходит тут проблема двух вещах во первых это потому что мы уже давно не занимаемся химией а и еще там те кто занимаются нам плохо объясняют так вот моя цель это объяснить как можно как можно доступнее как можно простым языком потому что это не значит что это невозможно вот уже 12 часов здравствуйте еще раз начинаем точно нас уже 77 надеюсь будет 277 это я шучу хотя очень даже надеюсь начали значит так у меня одна коллега врач никогда не забуду ее фразу она сказала такую вещь илья она дерматолог очень хорош не эстетист фактически ну коли там кое-что но не эстетист терматолог на прием она сказала или а вот зачем мне вся эта химия я практикующий врач нам нужны гайдлайны и использование так называемых ну ставить диагнозы и так далее вот эта химия нам не нужно вот что и ответить она права на право она может сказать вот когда к ней заходит пациент что от нее требует пациент чтоб она сказала правильный диагноз угадала заболевания назначила самое лучшее на этот момент лечение опиралась на гайдлайны и все казалось бы заработала денег все хорошо и зачем ей это химия она эти может заниматься принимать в день 40 пациентов 24 часа сколько угодно запомнила парочку гайдлайнов на на накрутила глаз на разные дерматологические проблемы да и все зачем ей химия зачем ей химия и тут появляется такой интересный момент как коронавирус и мы вот сидим дома я весь зарос вот свои циклы у меня волос это меня радует потому что я всегда мечтал иметь большие волосы но это не такие большие от длинные но мне никто не позволял потому что говорили смешно некрасиво и тогда но не важно в общем что пришло скоро на вирусом не только то что мы сидим дома а то что мы начали думать мы это те врачи которые вот как моя коллега сказал что я химия не нужна оказалось что нужно оказалось что когда нет гайдлайна а для корона вирусова нет гайдлайн то начинаем со включаться мозги а как он работает а что за такая напасть этот коронавирус а как вы внедряется а какой тип пневмонию вызывает оказывается тип пневмонии чтобы понять надо понимать это оказывается интерстициальная принимать а что такое интерстициальная надо знать что такое интерстицию а что такое интерстицию оказывается межклеточная а что такое и начинается химия и сейчас все кому не лень все кому не лень я уверен у вас у нас везде врачи не врачи стали вирусом стали размышлять стали говорить о том какая вакцина и когда будет какой препарат плаквилин работает или нет там руки ноги мыть надо или нет фрукты мыть надо или нет на какую дистанцию выстреливает коронавирус и так далее более такие врачи продвинутые начали копаться в вирусологии и читать химии только вот поздно ребята поздно раньше надо было начинать раньше есть потому что сейчас не успеешь все прочесть потому что еще плюс занимаешься с другими делами а ты-то успеешь но уже будет поздно коронавирус пройдет да и к счастью но если кто-то начнет сейчас из тех врачей которые мне говорили что химия не нужно читать химию продолжить после коронавирусной инфекции то они даже в своей сфере дерматологии хирургии не знаю другой сфере станут гораздо лучше они станут мыслящими врачами то есть там где нет гайдлайнов они станут более смелыми и по крайней мере понимать что происходит поэтому вопрос химия нужна или нет она однозначно нужно если мы хотим понимать как идут процессы и как не навредить пациенту но но цель не навредить в первую очередь сегодня у меня я постараюсь не быть таким анатомия вниз от или анатомия читает молодец хорошо понятно спасибо но анатомия конечно такая вещь там что можно навредить но можно навредить неправильно уколоть неправильно поставить фильму в конце концов он уйдет если без некроза то ничего все будет хорошо в конце концов но вот сделать неправильную инъекцию или неправильным препаратом хотя правильную инъекцию интрадермальную субдермальную как вам угодно над перевес перекона супра переостальную любую это конечно легко только нелегко предугадать что сделает этот препарат что он сделает не завтра и послезавтра а после послезавтра вы этого должны как-то предугадать как сегодня гадают самые великие умы вирусологии насчет коронавирус у нас не менее сложная задача в эстетической медицине не менее сложно если не сказать даже сложнее чем коронавирус когда мы говорим о поле нуклеотидов сейчас немного истории насчет поле нуклеотидов и в частности в меня давайте перейдем на следующий слайд вот вот этот слайд этот слайд про меня как бы это странно ни казалось это струбомолекулярная структура одна молекула воды вот если представить мою жизнь то она очень похожа на эту молекулу воды вот молекула в остыне это h2o правильно два водорода и один кислород так вот в чем мы похожи с водой мы похожи тем что кислород перетягивает себе больше электронов то есть на себя тянет одеяло электронов от водорода из-за чего наш водород становится положительным скажем полярной становится молекул я тоже полярный человек это не не бойтесь я не у меня нет и полярного психоза хотя кто знает но тут полярность другом полярность моей сфере деятельности я отчасти в эстетической медицине и в отчасти в общей медицине скажем и общая медицина конечно меня перетягивает сильно как как кислород перетягивает водородный электрон я все-таки себя считаю скажем 70 процентов вовлеченным в обычную медицину а сейчас это уже будет дерматология скоро нежели в эстетической это не значит что я ее бросаю просто все мои мысли все-таки идут из общей медицины и что самое главное общая медицина мне дает не дает покое и она практически движет все мои мысли в эстетической медицине раз это так то и все что все каноны все правила которые используются в общей медицине дерматологии в частности неважно в хирургии кардиологии должны быть применимы в эстетической медицине тут хочу сразу заверить наверное меня слушают коллеги которые меня знали до этого я очень рад вам я просто не считаю все имена это сложно ну хотя спасибо вам я очень очень уважаю вас вы это знаете прекрасно вы также прекрасно знаете что я очень люблю препарат который содержит сукцинат натрия вы знаете название я уже не буду называть коммерческие названия и я считаю этот препарат революционным и до сих пор считаю и с удовольствием его применяю вы также знаете те которые меня слышали на вопрос любите ли вы полипептиды и полинуклеотиды я отвечал негативно это тоже правда второе вы также знаете что я негативно отвечал потому что не было никаких данных это тоже правда потому что данные по нуклеотидам когда я это отвечал были еще скудны я вам сейчас покажу о чем идет речь маленькая история насчет моего сотрудничества с компанией евроэстет когда мне позвонила наша очень любимая мною светлана еще раз поздравляю ее с днем рождения у это было вчера всего наилучшего прекрасный человек и сказал знаете у нас полинуклеотиды у меня ну знаете в сердце появилась ну да тут надо отказываться потому что это тема мертвая эта тема опасная и мне она неинтересна и к счастью у нас появился у них у компании в растет был филлер который мне очень нравится вы знаете я понесет а поэтому мы начали сотрудничать с филлер а полинуклеотиды я отложил отложил чтобы понять вообще что происходит в этой сфере потому что если происходит то что мне не понравится я об этом не буду говорить я зашел на сайты и надо посмотреть очень интересный момент к тому времени когда я только попал в сферу эстетической медицине это было где-то в 2000 на 4 14 15 год есть я не ошибаюсь к тому времени были статьи про полинуклеотиды но знаете стать статьи могут быть но они не всегда хорошо обоснованы не всегда правильно проведено исследование или же проведено все хорошо все правильно но пока что или они слишком старые были статьи 90-х годов были статьи двухтысячных годов но так сказать начальные попытки использования того или него препарат вот только с можно сказать с 15 шестнадцатого и даже вот семнадцатого вот есть две статьи он специально привел это pharmaceutical activity of clinical use of pdrn это уникальная статья я считаю фундаментальная статья сделана итальянцами это ревью статья то есть всех предыдущих работ прекрасно описано нынешние тенденции касательно полинуклеотидов вот стояя стоя и рецепторы тоже фронтеерсов фармакологи есть такой журнал двухтычно датируется двухтычно семнадцатым годом продолжу а двухтычно восемнадцатый год опять рецепторы а2а и уже работы касающиеся очень глубокой молекулярной биологии касательно вот wnt бета-катенин и свой так называемый и о чудо о чудо двухтычно восемнадцатом году выходит целая книга целая книга посвящающаяся полинуклеотидом и рецептором адрозиновым рецептором это произошло что двухтычно восемнадцатом году то есть грубо говоря на рубеже скажем от двухтычно четырнадцатого до до сегодняшнего дня произошли резкие колоссальные изменения в этой сфере и эта сфера сегодня полинуклеотидов можно считать одну из сильно развивающихся одну из скажем так ну вот скажем так не только сильно разве а перспективных сфер хотя хотя сама структура полинуклеотидов она в какой-то степени может казаться опасной но из-за ферментативных активностей из-за биохимических процессов происходящих клетки которые я сегодня опишу детально конечно не все потому что это огромные огромное представляете целая книга написать а в книге извините 500 страниц а статей уже набралось таких квалифицированных порядка сорока это много для такой сферы очень много поэтому мы будем это проходить детально может быть в разных форматах разных реакциях но я сегодня сделаю очень такой интересный вводный момент я не буду церемониться буду говорить во всем как со всей серьезностью химик так что готовьтесь может быть немножко скучновато это не совсем анатомия но но по-моему это очень интересно я тут же хочу огласить что у меня был вебинар это было наверное года два назад если я не ошибаюсь который был посвящен вообще полинуклеотидов целом и их роли и тогда у меня я ставил скорее больше вопросов нежели ответов то есть каковы механизмы каковы четкие процессы происходящие в организме и где где таится опасность а где где виден эффект чтоб еще раз я вам привел только те статьи которые сегодня являются фундаментальную и книженцию которая вот тут лежит который я конечно украл а украл я ее кстати не не сейчас я вообще любитель рецепторов биохимии ну кто кто меня знает близко знает что я больше люблю химию нежели анатомия на том я точно химию и молекулярную биологию так вот у меня коллекция целая книг посвящены молекулярной биологии может быть даже одна из самых больших и я не всех их читаю боже упасит это унесет всю свою всю жизнь но такая хобби вот скачивать книги скачивать книги которые по теме не сегодня тебе не актуальны но когда-то могут пригодиться эту книгу я наверно как раз скачал в восемнадцатом году и вот сегодня она мне пригодилась сегодня она при я прям благодарен самому себе что я достал эту книгу а так вот чтобы лучше понять что такое молекулярная биология и биохимия вот у меня сейчас так как я являлся деканом разных университетов которые мы которые полностью фокусировались на англоязычных студентах и которые аккредитированы wfmi это международная аккредитационная организация которая дает университету право быть международным это самая высокая аккредитация так вот у нас были лектора которые приглашенные читали биохимию молекулярную биологию и они говорили что она развивается за последние 10-20 лет не то что стремительно космически потому что новые технологии новые до работа тот же пдрн который вы сейчас используете и к которым мы сейчас говорим это революционные таких таких технологий лет так ну скажем ну или даже если они были какие-то зачатки нуклеотидов или каких-то химических высокохимических органических структур то они точно мы не знали даже близко что они делают на что это похоже чтобы вы представили что такое биохимия молекулярная биология а я вспомню свое свое студенчество студенчество у меня было таким как у всех но в отличие от всех тогда особо интернета не было и тогда компьютер была такая дико рынка и этот компьютер стоял у кого у профессора у кого же еще стоял поэтому а у нас были студенты такие продвинутые хакеры так вот один студент а мы уже были тогда повзрослее дежурили в хирургическом департаменте нам было хорошо у нас были ключи от профессорской кабинета и доступ компьютеру и он закачал нам футбол но это было счастье это было счастье он закачал нам футбол он поставил этот футбол на профессорский компьютер и мы начали рубиться в футбол в том числе сам профессор начал рубиться с нами футбол я к чему это говорю вот этот футбол мы играли на клавиш клавиатуры вот как я сейчас вижу у лептопа там не было чайстика там была клавиатура и ты врубаешь там сильную команду против нее играешь ставишь пальчики на эту клавиатуру и пытаешься пытаешься ее пощупать и пробить и так далее так вот когда ты начинаешь игру с сильным соперником с компьютером то он тебя рвет на части ты даже не успеваешь нажать на кнопочку как ты уже проигрываешь 10 0 компьютер еще раз и 20 0 и ты ты впустую но бывает моменты когда ты вот нащупал уши какую-то комбинацию и нажал на кнопку и пробил и гол у тебя 21 и ты рад и счастлив у тебя не знаю счастье на лице и ты велик и могуч и ты думаешь что вот один гол да мне 20 забили да мне надрали зад но я пробил один гол вот это ощущение которое бывает у игрока который первый раз потом это все приедает потом ты уже профессионал ты уже правильно находишь пальчики ты правильно жмешь и и наоборот уже не 21 в компьютерную пользу а уже 21 в твою пользу ну что уже знаешь как отдать пас как нажать и тогда но это уже не так интересно интересно когда ты первый раз забываешь вот представьте вот то же самое происходит когда вы берете шприц наполнены любую любой субстанцией которая еще не совсем изведу это все равно что я садился за компьютер с неизвестным соперником с неизвестными мне клавиши и когда у вас получается хороший эффект это как один гол у меня вы должны помнить что может быть 20 плохих это эффект как голы пока вы не научитесь правильно четко с осмысленно использовать тот или иной препарат а как же это сделать если только в 2000 на восемнадцатом году появилась книга описывающая более не менее процесс а у нас уже препарат есть и этот препарат в продаже и этот препарат популярны и эти средства уже выпускаются разными компаниями так вот единственное что вам поможет в случае это скиллы которые вы должны применить а скиллы приходят с сознанием химии мы должны понимать куда мы идем поэтому начали наш черный я обязательно я обязательно включил в сегодняшний рассказ а а фундаментальные принципы доказательной медицины кстати эти слайды ну не все конечно которые сейчас покажу часть из них здесь будет приведена я представлял на киевских термотологических днях к д д кстати он сейчас проходит онлайн очень интересно и там у меня было доклад касательно важности доказательной медицины и вот что такое с доказательной медицины это использование последних самых лучших не только послед но и самых лучших кайдлайнов с индивидуальным осмыслением этих кайдлайнов давайте посмотрим что у нас есть и актив процессы треклайнов с лернинг дуэнкед рефлексия это активный процесс то есть когда мы что-то делаем мы пока мы должны прочесть про это выучить это и вспомнить это когда мы это используем второе кэндис край эндрель процессы ищут инфракты себе и бил нет форк клиникал джаджмент и плаве и видос то есть мы должны думать ну что значит думать не просто взять шприц и уколоть а знать куда уколоть вот говорят в дерму в гиподерму надкоснично в мышцу перорально ректально топик топикально или как наружно вот вы мне наверное сейчас сегодня спросите а сколько колоть а папулы ставить а может а сколько раз пациент должен прийти ко мне не ждите ответов я не могу точно сказать и никто не сможет все что вы придумаете это от вас давайте мы сами решим сегодня в конце дня куда колоть и зачем колоть и сколько раз колоть это тоже решим на месте нету пока единого дайдлайн здесь написано карет пингап тудей все что старое не читать если вы не историк не надо это читать только последние статьи то что последнее может опровергать предыдущую поэтому только самые лучшие и только те которые вам пригодятся в практике сегодня будут только такие дальше в чем проблема доказательной медицины в дерматологии а в частности в эстетической медицине очень мало систематичных систем системных ревью это самая высокая доказательная доказательный уровень очень много вот здесь написано за increasing role industry sponsored trials очень большое количество спонсированных докладов и следует все спонсированные исследовали абсолютно все без исключения в каком бы они хорошем журнале не печатались они ангажированы то они сделаны неплохо они сделали красиво с правильным дизайном но они ангажированы очень мра мало мало плацебо контролированных исследований в нашей сфере и очень мало сравнительных исследований то есть есть один препарат а давайте сразу ну грубо говоря давайте пдрн сравним с плазмой они пдрн с ни с чем да или два разных препарата как они себя ведут есть для пдрн кстати разного происхождения статьи 1 и это очень важно но их мало и мы должны стараться их найти и мы должны стараться сами тоже проводить исследования есть у нас есть в этом как это опыт грубо говоря вот есть такая книженция 100 ну не старая нормально это фарма называется я вот как раз перевел что такое главные тезисы из этой книги мы хотим верить что врачи хорошо разбираются в исследовании но в действительности большинство исследований профинансировано фармацевтическими компаниями да это правда это правда везде второе мы хотим верить что врачи имеют высокое образование но в действительности их знания продиктованы индустрии и это тоже право я не хочу чтобы я был частью этой индустрии вы не я не хочу чтобы я портил своим поэтому я стараюсь стараюсь максимально быть объективным стараюсь максимально опираться только на исследование иметь собственное мнение и всегда подчеркнуть что вот там где мое собственное мнение это мое солнце который можно и не верить мы хотим верить что в регулирую орган допускают продажу эффективные средства но в действительности это не всегда так практически это никогда не так всегда регулирующие органы могут допустить в том числе и оплошность я не буду перечислять сколько они допустили есть такие yellow pages of fda и про коррупцию в 9 там можно почитать конечно большие структуры как fda как регулирующие структуры европы это хорошо они не пропускают всякие непонятные препараты но и там есть свои как говорится скелет я хочу говорю что мы одни сидим на на когда мы сидим и читаем мы одни нам никто не помогает все кто нам рассказывают кто бы не рассказывал я другой более известны не менее не важно это все субъективное мышление мы все-таки должны искать объективные данные и опираться в том числе на свой личный опыт давайте немножко посмотрим что у нас такое вот этот слайд у меня был как раз использована к д д если кто помнит в чем отличие человека от обезьян но в принципе если вот смотреть на эти два два лица до практически никакого отличия я очень уважаю этого актера его очень любят женщины а ну вот мне больше горилла нравится если честно но отличие между этими двумя особями лишь в том что вот эта особь по имени homo sapiens задает слишком много вопросов что почему и как когда мне спрашивают а в чем отличие человека ни ни в чем вот если бы мы не задавали вот эти три глупейших вопроса мы бы были бы как обезьяны почему они глупые потому что ничего не дают но за счет этих вопросов у нас сегодня есть пдр например а у а у а у а у обезьяны нет она еще эволюционирует на говорят да а мы уже вот пришли куда пришли поэтому больших различий нет кроме вот этих вопросов навсегда беспокоит что едим мы утром а что мы едим а почему мы едим а как это сделать то есть эти вопросы всегда беспокоили человечество поэтому человек что-то беспокоит но если представить что джейсон маму это у нас врач то что почему и как ему должны диктовать вот вот слева вот evidence-based гайлайны evidence-based статьи и статьи вернее должны быть которые его мышление превращать в evidence-based и вот вот никак хороший врач никак хороший эстетист никак хороший вообще человек который занимается интервенции в чужую организм и представляете чем вы занимаетесь вы входите в чужой организм не препаратов и если вот так не мыслите как вот сейчас на этом слайде то это очень опасно может не кончится а и вот смотрите есть такая пирамида доказательности это известная пирамида в конце вот написано мета-анализ о если бы если бы да был ли у нас мета-анализ по статической медицине сколько бы насколько бы это упростило нашу жизнь насколько бы мы смогли точно знать что когда делать но таких нет но зато есть то что лежит на дне этой пирамиды это так называемый background information expert and opinion и но и бен кайдлайт эксперт опинин в том числе я вот который сейчас перед вами сижусь я по сути сейчас на дне вот этой пирамиды то есть верить мне по сравнению с мета-анализом но вообще не надо не мне никому другому поэтому я очень пытаюсь что-то представить я я лишь сейчас как проводником буду между таким между статьями которые набрали за этот период и мета-анализом поэтому всегда не эксперт опинион а разные правильные исследования которые вы должны уметь читать и стремление найти мета-анализ только тогда вы можете точно сказать но давайте сегодня мы углубимся на то что мы имеем самые последние исследования которые есть насчет пдр ну вот у нас сегодня такой препарат плехи аж сделаны компания биоформула и вот тут я уже буду более серьезным нежели когда я говорил об той же компании про производящих филлер смотрите филлеры филлеры конечно сложно производить это техно высокотехнологический процесс но самое страшное что может произойти ну сделать плохой филлер даже если будет чисто без примесей так далее ну что с ним может быть он может быстрее разлагаться комковаться и так далее все неприятно но не так страшно не так страшно но неприятно точно но если компания производящая химические органические химические биотехнологическая компания скажем так который производит биологически активные вещества не слишком специализируется на этих веществах и просто появилась для того чтобы заработать деньги то вот тут опасность очень велика я очень рад что именно институт института ресерча аппликата именно ира выпускающая который является главной производителем биоформулы потому что это ее дочерняя компания и производит такие высококачественные полинуклеотиды которые сегодня на рынке вот тут уже говорить о качестве европейском который проходит очень сложный контроль еврос для евросоюза очень важно тут тут нам точно нужно стопроцентная защита что мы точно знали какова концентрация полинуклеотидов какой какие какой тип полинуклеотидов откуда сырье полинуклеотидов поэтому тут нету без вариантов или хороший или никакой другого нельзя и так нам сложно понять как он работает а уж если он еще не то что написано или заявлено то тут вообще начинается очень опасная штука поэтому мы сегодня будем говорить о полинуклеотидах которые в том числе производится пленхиаж в пленхиаж вот смотрите я долго думал с чего начать и решил что самое лучшее нам использовать прекрасную статью которая которая написана очень хорошим итальянским автором двухтысяч на девятнадцатом двадцатом году и он написал и он заглавление этой статьи что это обзор ли то литературе мета анализ литературы и то как он это написал я писал описывает всю цепочку механизма полинуклеотидов начали я конечно не перевел потому что опять же мы должны учиться учиться читать на английском а в конце наш коллега говорит абсолютно железный аргумент пидерен кэн сэртэн хэр ролл инэстетик медицин то есть он очень важен для экстрат эстетической медицины но мы должны найти ему четкую роль где мы его используем restructuring of thermal matrix то есть реструктуризация дермального матрикса дермального матрикса это значит что он автор этой статьи нам рекомендует что самое лучшее его применение в эстетической медицине это его мнение опираясь на очень сложные анализы и очень хороший анализ литературы это интродермальное введение применение а когда мы говорим интродермальное значит не субдермальное как некоторые говорят значит не канюлей потому что канюля любой плотности не проходит дерму она будет соскальзывать с термы идти в гиподерму вопрос канюля колоть или нет пожалуйста колите но тогда вы должны понимать что вы гиподермально а гиподермальное введение пдрн тоже возможно и мы об этом сегодня тоже поговорим но тут нам дальше дермальное и мне если честно вот лично мне дермальное введение более приемлемо потому что там мы видим процессы которые нам нужны за счет чего происходит реструктуризация дермального матрикса increase of фибротик коллоген тищу и он еще предлагает гипотонный ввести в гипотонный протокол когда у нас идет гипотония ткань то есть фибротик коллоген что фиброзирующий коллоген а ну а какой еще бывает коллоген кроме фиброзирующий тогда есть вопрос тут уже разговоры пойдут о качестве коллогена о типе коллогена о происходящих интенсивности коллогена образования так называемого но автор статьи нам говорит что это очень позитивный эффект и для реструктуризации особенно гипотонических когда идет атрофические процессы очень хороший эффект дает пдрнфт даст позитив процедуру с тайп 1 неоколлогенезис тип 1 неоколлогенез то есть грубо говоря в воде интрадермально мы получаем неоколлогенез с более предоминантной продукции коллогена типа 1 что и является фундаментом реструктуризации ткани терм то есть грубо говоря вводя папульное или не папульно но не получится наверное если содержание гиалуроновой кислоты вместе с пдрн это же не чистый препарат поэтому вы получаете то что в 2000 двадцатом году предложено очень хорошим достоинным автором который базируется на исследования проведенный до этих до его как говорится конклюжен то есть то его конклюжен о господи пока он дошел до этого до этой точки что это может быть применяться в этом извиняюсь за мои английские вставления а здесь у него написано шикарное слово которое я абсолютно я поддерживаю все эти буллеты я не зря привел именно его слова это цитирование я ничего не изменил именно его слова абсолютно все поддерживаю не принимать in young subject не принимать вообще не люблю принимать пиорио витализанты никакие молодой кожи разве даже даже тот плазмотерапию молодой кожи все правильно идет и химически а что такое молодость до 25 лет я говорю физиологически они говорю мы все молоды еще но физиология свое свое берет поэтому 25-30 ну скажем тоже можно держаться дальше можно использовать в молодых 20 лет не девушка грубо говоря не надо или парни у кого-то ничего вам это не даст кроме как может и навредить поэтому вот эти шесть буллетов реструктуризация дермы с помощью повышения коллагена типа а и не использовать молодых пациентах я считаю на 2020 год очень железный аргументированный пассаж сколько раз здесь не написано но есть подумать как происходит процесс а мы сейчас посмотрим давайте мы в конце решим сколько же раз кого человек какого кратность поехали дальше автор статьи нам говорит фантастическую вещь он говорит где бывает введенный препарат понимаете мы когда вводим препарат мы вот именно в определенные слои если это кожа кожи а иногда интрамускулярно смотря кто как а иногда супересталь но это так назвать как так называемый gross anatomical sections то есть это анатомические части которые мы видим невооруженным глазом дэрму мы видим киподерму мы видим период все мы видим если разрежем но есть еще и микромир то есть куда же идет препарат сам вытекая он куда-то должен попасть а есть только два места куда любой препарат любой какой бы вы не ввели каким бы способом вы не ввели попадает но я не говорю уже в кровь это межклеточное пространство и это внутриклеточное пространство других пространств в организме нет я говорю микромире а не анатомических кистологических пространств поэтому если грубо говоря мы не знаем где папа куда идет препарат мы точно не знаем где и что и как он будет какие механизмы будет впускать так вот опираясь на статьи можно сказать remains completely or partially outside the cells during and after treatment with the mesotherapeutic technique ваш препарат однозначно находится меж клеточном пространстве если он форме полинуклеатин то есть грубо говоря пока он макро молекула он находится после введения даже после введения вне клеточном пространстве а значит что у нас не клеточном пространстве у нас матриц не клеточное пространство это весь наш там и гиалуроновая кислота там и другие полисахариды там есть коллаген эластин фибронектин и так далее и так далее много протеиновых компонентов и там есть фибробласты там есть макрофабрики там из дендритиксов в общем там есть своя жизнь и называется интрацеллер матрикс ее называют интрацеллер матрикс биология меж клеточного пространства это вообще часть медицины можно сказать уникаль так вот ваш препарат форме пдрн то есть полидеоксин нуклеиновых кислот находится меж клеточном пространстве of the cell or constitute outside the cell and do not represent the physiologic place for the presence of dna fragments 2 bullet говорит что мои дорогие находясь в таком макро молекулярной форме поле нуклеотидов вне клеточном пространстве поле нуклеотиды физиологическом состоянии не бывает то есть грубо говоря у вас если вы не ввели под формально поле нуклеотиды физиологическом состоянии там нет поле нуклеотид то есть мы по сути вводе и поле нуклеотиды делаем не физиологическую вещь то есть вводим поле нуклеотиды туда где они физиологии не бывают так плохо это это другой вопрос просто надо понимать что нормальные условия поле нуклеотиды там не было we can state with scientific rationale that these fragments act also especially on the cell membrane and as a dermis on fibroblasts шикарно мы можем сказать что раз у нас этот компонент лежит в межклеточном пространстве то что в межклеточном межклеточном пространстве у каждой клетки есть рецептор каждой клетки и мы сегодня об этом тоже поговорим немножко сегодня тольче буду говорить чем для анатомии потому что у меня сложно чуть-чуть доклад но не больше двух часов не бойтесь так что у нас там есть рецепторы и мы сегодня будем а а два рецептора говорить вкратце конечно не не полностью книженцы написано насчет так вот поле нуклеотиды находясь в пространстве межклеточном будут искать даже им приказ они просто не смогут и конечно же они найдут те рецепторы которые им там готовы принять эти нуклеотиды нуклеозиды или же макромолекулы и все на прикреплять а если это касается дермы то это касается фибробласт то есть подытожим вводя шприцом интродермально мы влияем этой макромолекулы которая потом будет расщепляться до рецепторы находящиеся на клетке фибробластом лучше интродермально у нас межклеточном пространстве есть очень много фибробластов мы знаем что они делают я уже не буду вдаваться в такие детали значит мы уже знаем где мы влияем на что на какую клетку влияние сейчас надо знать на что мы влияние на какие рецепторы и какова half life of pdr то есть сколько через какое время она расщепляет дальше идем папа по нашим будет что стимулейтинг them to a response through a toll-like рецептор system up to possible granulomatose events то есть получается что через toll-like рецепторы а этот тип рецепторов мы можем запустить такую реакцию которая похожа на то есть мы запускаем процессы которые в нормальной клетке тоже происходит и этих процессов очень много и они очень интересны надо признать заранее что поле нуклеотиды работают и с макрофагами работают и дендритик дендритическими клетками наверное так сказать это иммуно это так называемые иммуноактивные клетки президент клетки презентаторы антигенов они работают с т-лимфоцитами и что самое интересное они работают анти инфломаторе мэнер то есть они работают пдрн лабор работает в противовоспалительном это доказано к счастью это доказано это большое достижение когда мы можем точно сказать какой интерлейкин выстреливается на какая суб популяция макрофагов размножайте или про лифи про про лифи проходит про филиферация какой суб субтипов какие-то хелпер или т-киллеры какое соотношение после введения это очень важно потому что есть я уже не буду сегодня говорить о наработках насчет псориаза очень интересны вам это не стоит пока использовать практике не трогайте псориаз я вас прошу но есть очень серьезные статьи которые доказывают именно то есть межклеточном пространстве работая с определенным рецептором мы уже знаем на что влияет нуклеозиды нуклеотиды и макромолем поехали дальше что происходит дальше ну клей кэйсид фрагмент с арт интра целор компонент с придуманных и контейнензы нуклеусы партли цитоплазм и т.к. надо понимать что нуклеиновые кислоты которые являются строительным материалом как раз полидеоксирибонуклеиновой кислоты и в норме находится в цитоплазме конечно же в ядре чуть-чуть в цитоплазме а также в митохондрии в общем чтобы не читать вот все это которые здесь написано детально как надо представить процесс что происходит химии сейчас будет чуть сложнее но но я постараюсь объяснить вот это моя рука вот это внутри это клетка представим что это клеток мои пальцы это мембрана клетка то есть плазматическая мембрана если еще вторую руку поставить будет вторая клетка между вот пальцем будет межклеточное пространство и вот здесь у нас будет пдрн до грубо говоря так вот физиологии вернее если произойдет разрушение клетки под разное влияние скажем так ну какая-то какой-то ну я разрезал себе кожу все разрушил клетки клетки разрушившись из цитоплазмы все будет вытекать понятно в межклеточное пространство так как при этом будет вытекать и нуклеозиды и нуклеотиды и все остальное получается что и вытекшие из клетки нуклеозиды и нуклеотиды будут искать рецепторы а типа аденозин рецепторс а так вот урок могу сейчас поговорим на которых и работает полинуклеотид введенный на но в нормальных ситуациях когда происходит разрушение клетки по разным причинам она выбрасывает эти нуклеотиды и запускается процесс репарации то есть грубо говоря когда из одной клетки вытекают нуклеотиды и нуклеозиды запускается процесс репарации это значит что когда мы вводим искусственно полинуклеотиды в кожу мы тоже запускаем процесс репарации по тому же физиологическому каскаду который в нормальной ситуации происходит при разрушении клетки не знаю насколько я правильно объяснил или доступно надеюсь мне еще поведется об этом кажется повторюсь весь процесс вопрос это физиологические или патологический процесс введения пдр это симуляционный процесс репарации клетки скажем так когда мы вводим пдр это значит мы симулируем то что в норме происходит при разрушении клетки то есть выплескивание нуклеозидов из внутри клетки и это хорошо дело в том что современная медицина идет симуляционным путем об этом я тоже докладывал ну где-то наверно три года назад то есть что такое симуляционный путь вот антибиотики это агрессивный путь против бактерий то есть мы используем антибиотики чтобы убить бактерию чтобы выздороветь но этот путь гиблый путь потому что бактерия всегда вырабатывает фермент который разрушает антибиотики получается и лишь другой механизм и получается антибиотику резистент так вот или же можно сказать про про онкологию до раковые клетки мы химиопрепараты придумываем для того чтобы разрушать раковые клетки но мы не можем всех их разрушить а также разрушаем нормальные клетки у нас есть то что есть сейчас идет симуляционная медицина это значит что мы стимулируем те клетки которые и так отвечают за разрушение а бактерий b tumor cells то есть клеток злокачественных мы стимулируем иммунные клетки и сейчас очень близко очень близкая онкология к решению этой задачи с помощью молекулярной биологии и мы сможем уже собственными силами которые только переключить их на другой лад разрушить все раковые клетки уничтожить практически всех это называется симуляционный путь то есть мы используем то что у нас есть в организме но используем это во благо нашего организма стимулировать от пдр из той же серии то есть он симулирует препарационный процесс который запускается при разрушении клеток в норме а и это прекрасно есть он был бы искусственным процессом не симулирующего тогда это было бы проблем грубо говоря вот давайте скажем c витамину c витамин это симулирующий процесс или агрессивный процесс очень скорбкий вопрос если мы возьмем c витамин мы должны знать четко дозу а мы не можем потратить воздушку какой-то дозе c витамин антиоксидант а в каких-то дозах особенно локальными он про оксида то есть он рушит они они защищают то есть это всегда очень скользкий момент даже для c витамин поэтому надо понимать что симуляция для пдрн это прекрасно это прекрасно и это описано литература поехали дальше у меня несколько таких слайдов потому что я хочу охватить вообще весь весь каскад что происходит это в общем можно знаю что это экстрацеллярно мы уже знаем что это на рецепторы мы уже знаем что это симуляционный процесс и вот мы уже знаем что с сайентифик стадис виспедерин indicate that the reason increase of фибробластик активити аптоз до 30 процентов то есть активность фибробластов превышает 30 процентная активация фибробластов вы знаете из других докладов из других статей что фибробласт очень интересная клетка эта клетка практически не стареющий если у каждой клетки у большинства клеток скажем так есть определенный цикл жизни то есть сколько раз они могут размножаться потом они должны погибать или как их не активность падает с возрастом то у фибробластов даже было произвела на исследование что взятые фибробласты из пациентов которым за 80 обладают той же активностью что и фибробласты взяты из молодых людей как скажем но проблема активации фибробластов том что они очень зависимы от окружающей среды грубо говоря если нет коллагеновых тяжей а то есть нет натяжения фибробластов об этом я тоже кажется говорил в прошлом раз когда я говорил про наполнители то фибробласт не стимулирует если нет определенных сигнальных молекул то фибробласт не стимулируется но если все это запустить то они опять работают в нормальной среде сегодня два подхода к фибробластам размножения фибробластов и возвращения в кожу или же поликлональная или же стимуляция оба варианта хороши пдрн точно стимулятор он стимулирует фибробласты им дает возможность продукции так называемых типа пологена и реструктуризации дэрм это не только его функция пдрн имеет другие функции мы сейчас пройдем их но это одна из важнейших функций мы должны понимать потому что мы очень часто слушаем что разные препараты вызывают стимуляцию неокологенеза у нас все хорошо и мило надо помнить что неокологенез это не всегда хорошо он может идти патологическим или так называемым инфламаторы тайп то есть когда идет воспалительным путем и может идти более физиологическим путем грубо говоря я уже не я не буду говорить какие методы вызывают воспалительный процесс но любое нагревание любое любые физические процессы теми же лазерами или же рф я сейчас не буду их не ругать не это с другая тема это сложная тема надо детально но помните что разрушая коллаген и потом то есть после донатурации подключать новый коллаген это называется инфломаторный путь и он не самый лучший и это тоже доказано поэтому мы должны искать более физиологические методы а раз пдрн стимулирует физиологическую репарацию то он очень близок физиологическому методу кстати самый физиологический метод стимуляции коллагена это не длинг у кончик даже если вы просто проколите свою кожу обычной иглой то вы будете стимулировать коллаген это механическая стимуляция коллагена кстати очень даже эффективно но нам же не только прокол нужно у нас есть более сложный химический процесс так вот описаны все рецепторы которые в этом участвуют и что самое главное очень важно васкула эндотелия growth factor это необходимо для ревоскуляризации ткани стимуляция в эгф вообще васкула эндотелия growth factor считается сегодня так называемым главным ну управляющим этим сложными очень интересным процессом васкуляризация сегодня один из самых главных на таких целей понятия очень многих процессов в нашем организме очень многие заболевания сопровождаются с повышением в гф фактор этот не только заболевания повышение в гф фактор очень важно в плане омоложения потому что у нас должна быть хорошая нутриция кожи хорошая доставка кислорода и для этого нам архи важно иметь в гф фактор который дает очень серьезный как назвать плюс к нашему пдрн и это однозначно повышается доказано на очень многих исследованиях на самых таких гиблых местах так называемых алцерс chronic wounds and alcers это хронические язвы это язвы да хорошо диабетическая стопа и тогда очень много исследований а уже не буду каждый из них приводить сегодня может быть будущем мы можем пройтись сквозь каждый интересный случай который описано очень достойными исследованиями и сегодня он менеджмент это одна из самых таких но востребованных и сложных дисциплин суб дисциплин медицины я очень буду рад если когда-нибудь своей жизни открою такой центр и вот пдрн как ни странно это очень сложно попасть в эту сферу потому что чтобы вы понимали что такое вунд менеджмент вунд менеджмент это самые высокие химические технологии это так называемый ферментативный дебрайтмент это когда мы снимаем определенный слой на на некротический слой с поверхности язвы химическими биохимическими методами хирургическими это сюда и входит биологический дебрайтмент специальными личинками сюда входят очень дорогие препараты и дрессинги так называемые компрессы содержащие на 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 серебро каждый этот компресс стоит 700 евро вы представляете сфера очень дорогая сюда входят вакуумные такие девайсы которые позволяют специальных накладываются на эту зону чтобы убрать кислород и анаэробную вернее повысить грубо говоря так называемую сделать негатив пресса и сделать определенные условия чтобы лучше прошло грануляция ткани сюда и входит оксибарическая гипербарическая оксигенация которая очень важно для лечения это очень сложная сферой тут и дрн показывать очень обнадеживающие результаты в том числе повышают повышение в идее фактор то есть когда мы говорим вот фразы в идее фактор повысился это не знаю что просто вот кива кива как у всех и там год нет это не просто это должно быть доказуем так как это доказано в самых самых экстремальных условиях самых нужных условиях то мы можем однозначно знать что вкалывая в наш препарат содержащий пдрн в ту или иную мы обязательно повысим в гф фактор дальше поехали так как же что же происходит так то есть вопросы кстати надо надо признать что я тут слушал разные вебинары не буду назвать имена но надо надо признать одну вещь являются ли пдрн иммуномодуляторами вот совершенно случайно прочел я не знаю я сейчас не читаю там вопрос являются являются что такое иммуномодуляция это очень сложный такой термин он немножко такой но я сейчас отвечу я просто скажу что я хочу признаться что многие послушали некоторые вебинары очень квалифицированная очень рад что коллеги об этом рассказывают очень правильно и грамотно и может быть то что они рассказывают я тоже повторяюсь и это прекрасно что мы говорим об одном и том же что касается иммуномодуляции что значит иммуномодуляция это значит мы определенные сдвиги в иммунной процессе нашего организма если сказать что да пдрн однозначно влияет на пролиферацию разных классов макрофагов то есть макрофага типа 1 если считать что он однозначно вызывает повышение антиинфломаторных интерлекинов а также влияет на популяцию которая снижает инфломаторный ответ с помощью т-лимфоцитов то однозначно он иммуномодулятор но можно ли сказать что какой-либо другой препарат является или нет он иммуномодулятором практически все препараты более той или иной степени влияют на ему иммунную систему так что сказать что специфический иммуномодулятор тоже будет неправильно но зная что он снижает воспалительный процесс очень важно и он снижает точно потому что эти исследования уже идут с так называемых аутоиммунных заболеваниях такие как псориаз и так далее это тоже очень интересно и раз эти исследования нам говорят что он антиинфломатор и то если следовать инфломейджингу который очень популярен одна из теорий так называемого старения то можно с радостью сказать что если это теория верна и она она верна в принципе просто решающая ли она или нет это еще вопрос но она снижает в том числе инфломейджинг если этот вопрос вас интересует это можно однозначно сказать что да потому что и он антиинфломатор есть препараты которые влияют проинфломаторе от информации так продолжая к вопросу попадет ли наш пдрн в днк и перенесет ли информацию однозначно нет и вот смотрите для того чтобы пдрн попал не за самое святое что у нас есть ядро где у нас генетический материал сохраняется то для начала он должен пройти цитоплазмическую мембрану для этого он должен разрушиться пройдя через и он разрушается с помощью с помощью dna dna и здесь так называемые которые разрушают этот структуру дальше она попадает цитоплазм и даже попадая в цитоплазму своих самых монумерах ему нужны специальные транспортеры чтобы пройти через поры так называемых мембран которые защищают ядро клетки от цитоплазм поэтому попав в ядро клетки прав прав попадают лишь отдельные нуклеотид и если они туда попали то они используются лишь для того чтобы из них построить собственная днк больше ничего а повторюсь генная информация это не один нуклеотид или нуклеозид это цепочка цепочка не попадает то есть вот раньше давайте скажем так вот смешной вопрос биологам было очень смешно когда это первое появилось но до сих пор этому силу вот вы наверное любите есть мя яблоки фрукты и так далее на разные фрукты вот если вы считаете что те фрукты которые вы едите не ген модифицированы то вы сильно ошибаетесь практически не осталось культуры с которой не поработали уже наши агрономы в плане генной модификации так вот вот наверное люди думали потом в свое время вот сейчас я поем это яблоко и превращусь и у меня появятся жабры или у меня появятся уши или рожки или там какие-то там части тела это невозможно потому что то ядро из того материала который есть и существует в этих яблоках то точно попадает отдельные фрагменты которые мы и так принимаем с пищей поэтому ничего страшного в плане генетически нулевой страх какой ничего нулевой вариант попадания и здесь это описано вот на этом слайде кстати я все эти слайды если компания согласна можно выслать это их не это уже их не собственность эстет групп и евроэстет групп и поэтому это уже к ним но я без проблем могу я сам не вышел вам но через них из моих коллег которых я очень люблю с удовольствием могу поделюсь если это вам интересно это совершенно в этом ничего скрытого нет поэтому здесь все это описано что нужно расщепить проникнуть а потом еще пора должна я уже не показываю вам поры надо что-то оставить на потом ну вот смотрите два больших жирных улита иван и в пдрн за и билетит в кроссе сел мембрана вудан другого фаза restriction link to the measurement of the nuclear member force вот то что я сказал здесь написано что поры оры не да это очень сложная структура каждая пора это целый мир опять же те люди кто любят молекулярную биологию биохимию грубо говоря давайте я так вот немножко лирические отступления сделаю мне тут ввиду того что сейчас у нас нету активной медицинской деятельности у нас очень жесткий карантин даже машины особо не поэтому я сижу дома ну и конечно меня загрузили лекциями может сидеть дома я особо не читаю много лекций когда я работаю потому что практически я читаю одну лекцию в неделю вот представьте мне только один-два часа я больше не имею время для лекции сейчас у меня этих лекций как бы навалом меня день бывает три-четыре лекции по два часа представляете по шесть часов говорю ну надо чем-то заниматься еще плюс зарабатывать тоже неплохо так вот мне в сучили биохимию ну как сучили знают что люблю почитаешь ну давай почитаю так и быть лень ужасно потому что я это люблю для себя ну для вас еще ноут с нулей начинать там вода молекула и он и так далее ну лень честно лень но приходит сейчас со студентами так вот я к чему это веду у меня сейчас был была такая слож сложнейшая темы три часа болтал электронный транспорт но я им объясняю что надо передает электрон в первый комплекс матричной мембраны они уже плавают им уже тошнит их неинтересно я чувствую я уже и выворачиваюсь и так пока сто тысяч слайдов не за все показал все что возможно и как-то они уже дошли что о во 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 вот теперь дошло да а потом ты заканчиваешь лекцию выключаешь отдыхаешь и раскрываешь статью и что первое комплекс состоит из восьми полипептидных там восьми больших протеинов и в нем от 40 до 45 железо связанного с сульфуром то есть серый если это им сказал то они бы убежали давно то есть есть я первом комплексе только говорить можно три часа а там их 4 но есть грубо говоря 5 тоже может то есть каждый комплекс это мир каждый комплекс в этой системе перхими нету есть огромные миры поэтому когда мы говорим о поре пора упора пора дырка нет это не дырка в мембране это очень сложный комплекс который эволюционно развивался он защищен и он имеет функцию поэтому когда мы говорим что не пройдет это значит не пройдет вот не пройдет если не захочет поэтому даже нет препаратов которые легко пронимкают сквоз сквозь ядро поэтому не бойтесь по дырм у вас не вырастут ни копыта не хвосты это безопасно в плане днм на сейшей информации поехали дальше я надеюсь не вы не очень устали так вот куда идет наш материал он пока деполимеризируется до нуклеозидов потом попадет цвета плазму и он потом будет работать как на мембране так и часть часть нуклеозидов попадут в ядро и будут просто строительным материалом для кена грубо говоря если воды тоже то что мы сейчас сказали вот можно и следующий слайд включить для для совсем итогов мы когда вводим все попадает в межклеточное пространство если это дерма то она ищет фибробласты и там рецептор также она расщепляется входит в цитоплазму внутри цитоплазмы она расщепляется еще ходит вернее с помощью позволения пор входит в ядро и там тоже начинает процессы ну скажем я не люблю это слово репарацию кино что значит репарация он ничего не репарирует но он участвует в строении генной гены гены то есть помогает клетки выстраивать репликацию либо то есть происходит строение днк и это очень важно и мы сейчас это посмотрим на очень хорошем красивом слайде то есть ну клея зисло кейте тем плазма тысячу с инвалид за деградейшим федера формиг олегу мононуклеузы из продакшенов муклеузы цернукле отец медиа цепой нинкту эй ту эй рецептор так вот мы пришли к нашему рецептам вот он вот я люблю вот эти снимки рисуночки там как бы все красиво все просто а с другой стороны это не все так просто на какие же рецепторы он работает а 2 а вот этих арица этот g-протеин капал 3 есть такая супер family of рецепт рецепторов то есть супер семья рецепторов назовем так g-протеин рецепторы например инсуиновый рецептор тоже относятся к ним почти очень много рецепторов относятся к ним мы не будем конечно об этом говорится целая целая химия сигнальной системы назвать один из этих рецепторов из этой семьи это а рецептор но я рецепторы есть а1 а2 а3 и у а2 есть а2 а а2 б вот эти а2 а а2 б отличаются многими в том числе аффекторными то есть сигнальным путем и рецепторным то есть что они принимают какой лиган то есть какая часть молекулы к ним крепить запомним что наши пдр вернее аденозин его нуклеотид крепится а 2 а наш рецептор который нас интересует это а 2 а рецепт где эти рецепторы вообще находится а этих рецепторов везде очень много в разных тканях они играют архиважную роль архиважную то есть если мы только посвятим наши встречи рецептором а2 а в разных частях нашего тела мы можем говорить бесконечно это уже нас перекинет в разные сферы а нам нужно только кожу только кожу и только а2 поэтому давайте фокусироваться на этом на эти процессы но что тут можно увидеть вот даже вот на этом слайде видно что повышение oxygen supply то есть доставка кислорода и повышение веге прекрасно написано описанной потом нарисованы и пис повышается вега то есть у вас куля эндотелия роуз фактор фактор который способствует ангиогенезу то есть развитию маленьких маленьких капилляров в ткани и повышается тем самым доставка оксигенация ткани если быть точнее медицинский что у нас иммунселлс кемокинз и сайтукинз когда работают смотрите вниз down regulation то есть кемокинз и сайт вот когда вопрос был о иммуностимуляции иммунный ответ снежа яйца то есть идет антиинфломаторному пути inflammation это 150 страниц в текстбуков патофизиологии патрату 150 страниц а то и 200 а то и можно тысячу это огромная часть медицины так одним словом если сказать антиинфломаторный и это и имеется ввиду антиинфломаторная активность снижает воспалительные процессы это хорошо в некоторых случаях это плохо в других случаях в этом случае это хорошо когда это касается кожи если бы это касалось например антибактериального то мы бы наверное вы сказали что лучи нет например где это плохо чтобы вы не думали что все что мы сейчас говорим это вот это хорошо а вот это плохо нет такого нет химии химии есть это сейчас нужно а вот это сейчас не нужно например если вы ведете пдрн внутрь или ткань в так называемые малигнант селлс это еще то есть слокачественную любую то вы ускорить его рост потому что во первых вы снизите иммунный ответ и это доказано и то есть иммунный ответ клеток убивающих эту ткань и вы повысите регенеративность эту ткань ну зачем вам это не надо то есть когда раковая клетка поднимает количество один одинозиновых рецепторов то это плохо это хорошо для раковые клетки плохо для для организма но когда мы вводим это или же пдрн поднимается для репарации нормально то это хорошо когда идет об регуляции этих рецепторов и происходит выплеск аденозина то это хорошо для препарации для том числе омоложения для заживления ран то есть где-то это хорошо где-то это плохо но главное что она и там и тут существует это очень важно вот inflammation красненький дау и щель миг а вот смотрите когда мы активируем а один вот как бы казалось бы все они одинаковые 2 2 1 1 1 наоборот снижает потребность кислорода абсолютно разные механизмы 1 1 того и того же семейства рецепт это очень важно понимать так вот что у нас еще есть вот эти страшные страшные молекулярные с выставь название что они нам говорят а это так называемые я вам объясню что такое каскад действия каскад действия чтобы поняли принцип работы любых препаратов которые влияют на рецепты что такое каскад смотрите вот я держу телефон он упал он упал под влиянием гравитации сколько бы я его не подбрасывал он будет все равно падать потому что земля имеет большую массу она гораздо больше массы вот этого телефона и гравитационные силы всегда будут притягивать телефон земля будет гравитации притягиваться к солнцу и так далее между падением моего мобильного к земле еще появляется фактор трения который мешает этому падению еще одна сила то есть грубо говоря у нас есть гравитационная сила и сила трения ну если так все и оставить в принципе много ничего не происходит нам лишь надо описать гравитацию и описать силу трения и мы все поймем только вот проблема в том что очень сложно это описывать но физика это самая сложная часть науки вот в каскадах биологических все не так просто все не так легко но гораздо просто вот давайте скажем так вот чтоб что-то произошло чтобы одна молекула вызвала какое-то действие она это сразу не вызывает она должна вызвать каскад действий пока тут конечное действие произойдет вопрос почему у нас все так сложно нельзя было так как вот с мобилей упал и все нет нельзя было уже это эволюционно очень сложный процесс потому что вот смотрите аденозин который пришел к рецептам вот на этом же слайде показано что вызывает разные каскад разные то есть 1 1 1 прикрепление разные каскад но каскады имеют четкую направленность проблема современной медицины проблема пдрн проблема сукцинара проблема любых препаратов которые мы вводим кожу это незнание до конца какой же каскад четко будет выстрелить мы не знаем мы знаем что они могут быть но так тут до важна концентрация тут вас на место введения тогда но мы точно знаем что влияя на тот или иной рецептор может произойти этот каскад грубо говоря мы точно знаем что в гф выработает мы точно знаем что интеллиген 10 выработает но с какой интенсивностью с какой что первое пойдет в гф фактор или интеллиген 10 вот для этого нужно исследовать это у нас тоже вот поэтому надо знать химию чтобы понимать когда ты вводишь препарат что же происходит с кожей твоего пациента или что может произойти завтра казалось все описано молодцы молодцы вы знаете сколько понадобилось статей вот чтобы это зарисовать вот вот я не знаю сколько она понадобилось на тема чтобы туда зарисовку а что здесь написано давайте посмотрим вот влияние пдр на два процесса первое а два рецепторы и целую шпесу и давайте целую шпесу и что такое целую шпесу и вы найдете в книгах о молекулярной биологии или берхин когда вы будете читать и это мы спрашиваем у студентов это обычно входит в тесты и так далее вопросы курин сайта цикл пуринов то есть грубо говоря реакции которые нужны пурин перимет пирин сайкл который и есть строение днк пдр в ядра проходит целую шпесу и то есть способствует целую который архивашек для строения днк все вопрос закрыть значит те частицы которые с помощью пор попали от пдр после того как его разрушили нуклеазм в ядро с помощью очень хорошо известного описанного в обычных стандартных не агажированных конечно же учебниках по биомолекулярной биологии биохимии известны и он просто принимает участие в этом очень важном и нужном процессе нужен ли этот процесс репарации тнк то есть синтеза тнк давайте так скажем нашим стимулируемым клеткам конечно же нужно нужен ли этот процесс для стимуляции раковые клетки конечно же нужно для раковые клетки но не нужно поэтому любой процесс имеет в одной нормальной ткани процесс репарации а в патологической процесс выживания мали малинизации то есть очень важно понимать что пт рн участвует салвать и свой и это прекрасно смотрите к чему это приводит faster тысячу регенерейшен и он хилинг право не просто молодец а браво вунд хилинг ребята фунт хилинг вам надо один раз пойти посмотреть диабетическую стопу или же пойти посмотреть венозные язвы или же посмотреть артериальные язвы или же посмотреть язвы которые так называемые трофические язвы да наверняка вы видели но я ни в коем случае не сомневаюсь еще раз или же в книгах или же просто пойти в хирургическое отделение и посмотреть на эту гниющую не излечимую практически хроническую язву которую мы как не лечим и так и сяк очень сложно и тут пд рн показывает очень обнадеживая я вам честно скажу я взялся за пд рн только после того после того как я увидел десяток статей доказывающую его эффективность в регенерации тканях только после этого я сказал да компания эврес тетку если бы я не видел если я видел три статьи все она бы сказал нет но уже такие статьи которые писали печатают он завер который печатаются вели такой который печатают макро хилл журналах самые передовые самые такие технологии сегодня пд рн считается одним из очень важных компонентов в лечении хронических язв и это прекрасно и в том числе это обусловлено сэлвич пэссуэй в котором участвует а уже нуклеозит и нуклеозит это одна часть влияния пд рн на на репарацию другая как мы уже говорили через рецептор а2а как я уже говорил здесь я не знаю может не слишком видно маленький экранчик может быть другого нету но прекрасно все-таки все видно смотрите повышение интерлейкин а 10 который антиинфломаторный интерлейкин снижение интерлейкин 6 который проинфломаторный тнф альфа проинфломаторный и так далее так далее вот смотрите здесь написано стимуляция нуклеоз фактор капа б и тогда в гф анги агиогенез что это нам дает влияя если это происходит фибробласт если это происходит остеобласть если это происходит в хондроцит это всеми за химальный клеток клетки произошла от одной матери если вы кости колец на кости то это остеобласть если вы кости внутри сустава то это хондроциты или хондро бласты если это интрадермально например это фибробласт если это суп субдермальная то есть подкожную жировую ткань то это будет аддитопоциты или про аддипоциты поэтому морком плит еще регенерация волк бунт хили оба дают механизма один эффект речки регенерация и хилинг то есть заживание регенерация и заживание теперь давайте включим мозги которые у нас есть и подумай если пдр включает регенерацию с помощью двух механизмов сэлвич пэссуэй через гены и через рецепторы а2 который доказан то что может не дать в пациентке номер пять которая пришла с немолодой кожи из морщины у нее нет язв у нее нет каких-то страшных процессов а я тут колю что же она мне даст она мне даст репарацию дермы о которой мы говорили часть потому что все то же самое что способствует регенерации все те же процессы которые способствуют регенерации в тканях будут работать и также вне алцерей ты тысячу то есть не язвенных тканях а но процессы будут все те же самые или почти те же самые потому что каждая ткань разных стадиях имеет то есть во время там уже сложные биохимические процессы которых я уже сегодня точно не смогу потому что у нас уже полтора часа я вас мучаю со своими разговорами то есть ну вот ну вот страшно страшно молодцы здесь мелким шрифтиком все красиво вот когда мне спросила коллега очень приятно что а он является ли ему иммуномодулятором вот они вот лимфоциты mass cells dendritic cells macrophages нейтрофилл что он делает каждый описан каждый описан что в каждой клетке происходит конечно если а мы сейчас по уникать в каждую клетку ну раз два три 4 5 5 часов это уже гарантированно чтобы мы будем говорить и мы должны оставить этот разговор а потом я считаю что химия растяжимый бы я вот сидя дома что надо делать ну детям показывать мультфильмы да ну а мультфильмы иногда лень смотреться ты ты врубаешь себе то что тебе интересно вот я под предлогом того чтобы развивать детей стив врубил себе стивена хоукинга цикл про вселенную ну конечно это не детская вещь там время гравитация и так далее так он все это так легко объяснять как будто бы ну что там уж уж и это ваша физика и для этого столько формул пишется он это показывает как будто бы это все очень легко вот здесь тоже показано что-то очень это в принципе тоже несложно просто надо понимать что вы знаете вы как трактор вот который делает тот рычаг поднял окош поднялся этот царь сила это ножка ушла у трактора то есть ты вводишь когда ты должен понимать что вот интерлекет сейчас поднялся этого не видишь но точно знаешь потому что есть исследование а исследование какое-то там ангажировано кем а вообще серьезными людьми и у пдр сегодня столько исследований что я бы даже сравнил с хорошими такими матерыми антибиотиками уже очень много исследований пошло с разных медицинских с неврологии с кастроэнтерологии с кардиологии с нефрологии с вунд менеджмент но очень много исследований про каждую можно бесконечно читать поэтому к вопросу что происходит с иммунными клетками одним словом антиинфломаторный а дальше может быть а почему может мы точно будет встречаться если это вам будет интересно я пройдусь по каждому из них даже про могу рассказать как работает например с псориатическими процессами то есть процессами которые вызывают советическое проявление и так далее это мы можем говорить с огромным удовольствием и вот я всегда хочу сравниваю любую любой процесс онкоклетка мне всегда спрашивают в конце а это вызывает рак нет не вызывает ра я же не я же не такой вредный человек чтобы агитировать препараты которые вызывают рак нет конечно просто сравнение с раковыми клетками из бактериальными знаете чем хорошо вот в раковых клетках всегда появляются процессы так называемые cell survival то есть процессы выживания лет если раковая клетка что-то показывает то есть врубает тот процесс который важен для выживания это значит что эти процессы в нормальных клетках способствуют репарации выживанию тоже если раковая клетка этого не делать значит те процессы тоже не будут происходить в нормальных клетках очень похожи кстати раковые клетки по своей физиологии с иммуноцитами с иммунологическими клетками потому что иммунологические тоже стараются повысить свою энергетическую способность и повысить свою выживаемость поэтому мы всегда сравниваем на те или иные процессы с раковыми клетками все исследования так вот надо понять что healthy cells то есть когда мы разговариваем о разных рецепторах имеют важность например для раковой клетки одинозиновые рецепторы снижают эффективность т-лимфоцитов чтобы они не были убиты а это значит что точно используя pdrn для а2 мы снижаем иммунную активность то есть антиинфломаторий эффект высокий а это очень важно очень важно когда мы используем pdrn в целях репарации и регенерации есть наш препарат глубокая вызывал проинформаторе рейкшер то его надо выкидывать срочно и это очень опасный препарат но так как он вызывает антиинфломаторе экшер то это прекрасно но это не должно быть ему на супрещен это тоже но вот к вопросу о рецептор а 2 а рецепторы не только хорошо описано но смотрите как они изучены это так называемые и ног и на активный неактивный рецептор потом его среднее так скажем положение и в конце активно то есть мы знаем сегодня про рецепторы а2 практически все мы знаем их третичную четвертичную структуру мы знаем как они работают мы знаем леганды то есть все те вещества вот это маленькими маленьким как они точно помещаются внутри мы знаем сравнительный анализ прямыми агонистами антагонистами из пдр мы это все сегодня знаем и изучаем то есть сегодня это не значит что мы этого делали с 2000 90 года нет это все происходит в последние 10 лет а особенно в последние пять я вас уверяю последние пять лет стали очень такими активными это неудивительно очень серьезные сдвиги идут в молекулярной биологии я вам говорю очень скоро очень скоро много раков мы победим и это прекрасно с помощью молекулярной биологии надеюсь мы доживем до этого дня чтоб нас а это страшная болезнь не повалил так вот есть есть и это просто показывают и это показывает для того чтобы понимать что то о чем мы говорим это прекрасно изучено это прекрасно изучено на уровне стерео таких визуальных методов то есть мы точно знаем как 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 в 3d формате прикрепляется та или иная молекула кто или иного рецепта но если подытожить вот грубо говоря то два точных леганда на это это аденозин который находится пдр и кофейн вот 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 как интересно кофейн тоже влияет на а2 рецепт это уже другая история конечно мы точно знаем что эти два компонента вот грубо говоря влияет ну что касается поле нуклеотидов что касается самого препарата или нет что важно знать когда мы покупаем такой биотехнологический продукт это уже не просто какой-то продукт который ну купил филлер еще один посмотрим как он работает это всегда пожалуйста максимум что можно навредить это купить дешевый филлер который будет обязательно содержать примеси ну и чуть-чуть даст вам воспалительную реакцию дай бог что это все уйдет без след или же вы купите не очень качественный филлер который будет мигрировать будет иметь плохие химические качества и так далее и так далее или же он не будет до конца расщепляться ну что-то и пройдет но это или механический будет дефект и особо таких химических двигов не производил что касается биотехнологических продуктов тут я уж я уж не то что прошу а ну даже умоляю вас можно сказать так виртуально чтоб вы особо не боялись не не были очень разборчивы в этом деле потому что во первых пилотехнологические вот сейчас особенно это важно у вас не знаю как с тестами у нас уже третья партия тестов ну никак не хорошие для коронавируса потому что они некачественные сделаны в китае и так далее биотехнологические компании которые сейчас появляются как как дрожжи в связи с этим вирусным бумом они появляются чтобы заработать денег сделать быстро тесты сделать у принять участие в вакцине так далее то же самое с этим пдрн сейчас очень много компаний будут появляться чтобы догнать и как бы ухватить свой кусок ира эта компания которая уже многие десятки лет работает с биотехнологиями и высокими так молекулярными инновациями поэтому для них этот препарат даже не можно сказать не инновационная просто качественно сделал и это прекрасно мы должны точно знать сколько он содержит что запуск что он там 20 миллиграммов на мили все это должно быть описано детально в коробке должно быть написано какая доза как в чем она если это с гиалуроновой кислотой какова масса гиалуроновой кислоты какова пропорции их соотношений поэтому грубо говоря берем препарат доверяем и делаем дальше уже делать их мы не можем здесь себе позволить лишь бы поле нуклеотиды это не тот случай это биотехнологический продукт поэтому надо надо выбирать четкий препарат 20 миллиграммов нами объем 1 5 миль шприца 30 миллиграммов вот все описано все марка то есть проходит сложный поверьте после в день самый сложный контроль это взять и марку для внутреннего рынка евросоюза не пропустят ни в коем случае не пропустят примеси не пропустят например если заявлено 20 миллиграмм на миллилитр есть будет 19 миллиграмм на миллилитр не пропустят ничего не пропустят все остальное там а пирогенность все все дела это будет из не в шприце визуальном главное что внутри и из чего этот шприц сделал в том числе если это сделано правильно если это прошло правильные регуляции то можно доверять дальше едем так концентрация полинуклеотидов чтоб вы понимали все исследования масса наших макромолекул до все исследования которые в принципе проводятся можно сказать что от 50 до 2000 тальтон то есть огромный молекул от от малых до огром стандарт для таких препаратов 200 300 400 дольтон но тут это не так важно повторюсь потому что мы все равно должны расщепляться мы только в расщепленном состоянии можем влиять на рецепторы мы только в расщепленном состоянии проникаем цитоплазму и только после этого проникаем спорющих пор в ядро поэтому стандартно нормальная масса должна присутствовать слишком маленькая масса не должна быть оказывается когда слишком маленькая масса меньше 50 дольтон то у нас получается совсем другие эффекты как ни странно и это очень интересно но это не сегодняшняя наша тема потому что это уже другая тема а потому что сравнивались маленькие леганды спидеры можно потом это обсудить на других наших сессиях и они совершенно другие функции имеют хотя связываются с теми же рецепторами но включают немножко иные каскады нежели включается полинуклеотеновым поэтому мы должны четко понимать точную массу которые нам нам предоставлено и это препарате ленхияж прекрасно прописано я считаю я вообще прямо могу сказать ну да понятно что это лосось понятно что это аляска и понятно следующее сегодня только таким способом там даже есть два типа лосося я уже не буду этих лососях сейчас вдаваться можно потом есть один интересный сравнительный олайн вдруг двух лососиных лососевых я не знаю лососевых наверное полинуклеотидов которые чуть-чуть разные эффекты показывают есть и такое уже исследование это тоже интересно но главное что оно должно идти именно с такого сырья потому что любые любое другое сырье например раньше использовалось животного происходить и не животное просьба животного я имею ввиду свинь свинью это тоже животная рыба но немножко другое здесь сперма здесь назовут так называемая cell cell derived то есть не нет ткани от клеток это совершенно разные технологии сегодня стандартном высококачественном поле нуклеотидов это только со спермой лососей потому что мы получаем чистейший продукт с помощью очистки который не имеет ни одного ни одного иммуногенного ни непримести полипептидов и так далее никакой иммуногенности он не содержит и это архиважно если бы он содержал иммуногенность надо бросать препарат вышвировать его к чертовой матери поэтому все что из свинины то есть если делается из tissue derived source так называемый то это мы забываем кто нам об этом скажет хорошие компании всегда скажут плохие компании не скажут вы этого не но всегда смотрим на цену всегда смотрим на евросоюз что-то нам должно или же доверяем компании с большим стажем понимаете когда вакцину делает например американская я доверяю потому что это серьезная компания работает с серьезными продуктами но если мне скажут что вот вакцину делает вчера открывшаяся компания в грузии ну я я не буду колоть себе эту вакцину так и здесь есть компания ира я уверен если вы захотите компания статкруп с удовольствием вас повезет на завод просто вы вы это не это не элон масковские штучки это не не обязательно что вы попадете в виртуальный мир или это не не поездка к железному человеку из марвела нет это обычный ангарчик это обычный органчик живописном месте арона это это когда ты входишь в этот ангар ты понимаешь что ты попадаешь в мир биотехнологии ты попадаешь в мир людей которые живут химией которые живут новыми молекулами это другой мир это это надо посмотреть если вы захотите это уже компании и вы тогда поймете больше почему препарату надо доверять нежели просто поехать взяв его на на вооружение но подытожив сегодняшний наш разговор у нас получился час сорок пять минут что у нас есть с одной стороны мы берем хороший препарат отлично с другой стороны мы должны понимать как он работает мы сегодня поняли что чтобы понять мы должны опираться на доказательную базу иначе это неинтересно иначе это опасно иначе это малпрактис иначе за это надо ловить если меня спасти поэтому я сегодня еще мягко говорил знаете берем доказательную базу которая не то что две статейки где-то я нарыл гугли нет жирная хорошая хороших импакт с высоким импакт фактором цитируемые журналы хорошее издательство количество статей должно быть большое только после этого мы должны себе позволить подумать и использовать что говорят нам эти статьи к счастью что он в межклеточном пространстве начинает разрушаться сначала влияет на а2 рецепторы цитоплазме продолжает свое разрушение пропадает сквозь поры ядра и у него есть два типа эффекта это селвич который происходит репарация генов или скажем так синтез генетического материала и через а2 специальные каскады которые а повышают интерлейкин 10 антиинфломаторный интерлейкин повышают VGF VGF фактор извиняюсь это значит фаскуляризация и грубо говоря оба вместе повышают репарацию теперь последний вопрос куда вводить и чем вводить иглой по-моему если это мы хотим охотиться на фибробласты а это я считаю самым главным когда мы говорим о качестве кожи мы должны работать интрадермально если вы хотите работать субдермально перейти к аннулю она будет всегда соскальзывать термо и пойдете глубоко есть прекрасные исследования и об этом мы можем потом поговорить это влияние на ПДРН на проадипоциты и их реплика это прекрасное исследование доказывающее что проадипоциты которые называют полипотентные клетки которые также могут сочетаться стволовыми дают архиинтересные возможности при введении в подкожный жир ну помните с подкожного жира вы не достанете дерму такого не бывает или дерма или подкожный если вы хотите остеобласты есть просто шикарные исследования о которых мы тоже я люблю кости вы знаете наш первый вебинар был посвящен с и там есть чудесные статьи касающиеся как раз репарации повышение репарации кости во время остеопороза то есть куда угодно колите надо понимать что мы делаем сколько рассказывать вопрос а вот этот вопрос очень сложно потому что если считать что любой каскад который запускается любой процесс репарации это не двухдневный процесс а даже процесс который может быть неделями может месяц поэтому звать пациента каждые две недели для того чтобы проколоть ну это конечно можно заработать но можно и заработать плохую репутацию поэтому я бы не рекомендовал чаще чем месяц дайте поработать этому препарату своими химическими я даже люблю такие у такого типа препарата использовались по триместрами то есть три месяца раз а иногда и квартал то есть четыре месяца раз курсом на все лицо или на все на все шею куда угодно на разные слои это уже от вас сколько вводить тоже вопрос ну не слишком много потому что тут у нас не не болю составит что да это же не гиалуроновая кислота там это бусты это вождение таких очень тонких технологий тонких молекулярных технологий которые запускают механизм поэтому вам принципе препарата должно для распределения хватить очень даже легко поэтому немного это по моему вполне хватает для того чтобы запускать процесс дальше идет химия после того как вы просто средство введения через через кожу дальше вы просто пускаете процесс как есть поэтому я очень рад если вы меня дослушали я очень рад если я хоть в чем-то чуть-чуть приближил вас к очень сложной теме биохимии молекуля тут тем более она раскрыта в полной мере потому что это такой препарат который требует полных знаний я всегда готов еще раз дополнить эти пробелы сам сам ознакомиться более детально с разными мне тоже интересно для меня это тоже новое новая сфера ну понятно что мы знаем все я прекрасно знаю цикл паурина и переведина я их учу я знаю как препарируется днк я знаю что такое inflammation но вы обещали дать ссылку на новый анатомический атлас по инволюционным изменениям ткани лица да я вам все вышлю все все я вам вышлю я вышли вернее нашим организаторам они вам вышли поэтому но даже для меня эта сфера новая потому что одно знать общие знания а другое как работает конкретный препарат поэтому давайте начнем этот вместе я думаю мы начали его неплохо если есть какие-то вопросы я с удовольствием на них отвечу может быть может быть может быть мне напишут и так далее или или я не знаю как как сделать марина подскажите я как как себя повести пока я тут просто не все не весь спектр вижу если нет вопросов я еще подожду минуту скажите добрый 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 стимулирует и можно сказать, что пролиферацию фибробластов есть исследование насчет пролиферации фибробластов, но то, что есть исследование насчет неоколога ЭНЗ, это точно. Поэтому, однозначно, да, неоколога ЭНЗ типа 1, а насчет фибробластов надо покопать. Насчет фибробластов я могу точно сказать. С какого возраста желательно ПДМ. Любые репарационные препараты, любые, по моему мнению, только после того, как у нас начинаются уже... Я бы начинал с 30 лет. Но это такое, это вот мое мнение, больше нет такого. И тут коллега, кто это анализ нам выслал, это говорит, что young age нет, то есть не в молодом возрасте. Если сравнить с плазмой крови PRP, что очень интересно. Я любимчик PRP, прямо вам скажу. Кто мне знает, знает, что PRP у меня на первом месте, дальше все остальное. PRP, это очень много перспектив у PRP. Если сравнить, я никогда не сравниваю ничего с PRP. Не, можно сравнить, это даже интересно. Но разные типы действия. Понимаете, вот у PRP нету действия на аденозин рецепторы. Там есть growth-факторы, которые очень важны и которые имеют свои механизмы действия. Но не через... Поэтому сказать, что это замещает другое, нет. Можно сказать, что дополняет, да. Я извиняюсь, тут маленькие люди тоже существуют. Есть ли необходимость введения в разные слои? А, прекрасный вопрос, спасибо. Отличный вопрос. Я очень люблю Дэниела Систера. Сейчас как раз про PRP вспомнил. Так вот, он этот PRP вводит в разные слои. Дермо, киподермо, надкосничное, интрамускулярно. То же самое можно проделать с ПДРН. Без проблем. Я даже вам четко скажу. Мой путь с ПДРН даже сейчас начинается. Я не человек, который это использовал до этого. Я даже собираюсь его использовать надкосничное в своих, как бы... Я бы хотел его начать использовать именно надкосничное, потому что резорбция костей для меня сегодня архиважна. Что касается дермально, обязательно можно использовать, потому что стимулируется виброглаз. Опять же, вы это делаете другим путем, нежели это делает PRP. Какое очередование я бы чередовал каждые три месяца. То есть сначала PRP, потом или наоборот, тоже можно. Или, например, взять триместр. В первом месяце сделать PRP, в те три месяца один раз сделать ПДРН. Тоже вариант. Но слишком много колоть, тоже надо ждать. Если необходимо введение... А, разные слои. Да, ну вот разные слои, вот так. Есть, необходимости нет, но это интересно. Используете ли вы в своей практике препараты с пептидами? Вот, пептиды. Значит, так. Вы знаете меня, что я ругал пептиды, да, и пользу клетит, лет так три года назад. Насчет пептидов. Давайте я вот никогда не вникал в пептиды. Я вот посмотрю еще раз. Если там ничего интересного опять нет, значит не буду использовать. То есть, с другой стороны, то, что можно мне предложить пептиды, у меня есть в PRP. Мне нужны growth-факторы. Мне нужны факторы роста. Самые лучшие, чистые и свои, это в плазме. А плазмы мы еще... В плазме и в жире, кстати. Ну, чтобы мы... То есть, регенеративные способности жировой клетки вообще безграничны. Поэтому, а нужно ли мне пептиды, я пока этого не знаю. Но вот ПДРН, опять же, другой механизм действия. Использую ливусы... Ой-ой-ой. Я пропустил. Надо посмотреть. Сейчас. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Куда-то я пропал. А, ПДРН, PRP, можно ли смешивать? А, смешивать можно. Ну, смотрите. Химия такая вещь. Химия это и есть смешивание. Правильно? Ну, зачем смешивать? Не надо ничего смешивать, потому что это вам не еда с гарниром, да? И даже когда вы едите что-то с гарниром, каждая из них теряет свои вкусовые качества. Поэтому я, например, мясо ни с чем не ем. Да, как и картошку еще мне. Поэтому... А в химии тем более. Вот если вы смешаете, значит, вы изменили среду. Изменили среду, изменили химические реакции. А может быть, и деактивировали молекулы. Поэтому не надо. Я никогда ничего не смешиваю в химии. Никогда. Если этого не требует процесс. Ваше мнение по поводу ПДРН для волосистой части головы. Как вы относитесь к методам в виде ОПА? Так, волосистая часть головы. Есть одна статья. Очень серьезная. Насчет ПДРН волосистой части головы. Я посещал последний конгресс. World Trichology Congress. Который проходил около Барселоны. Город Сиджес. Там ни слова не было сказано о ПДРН. А раз там не было ничего слова сказано о ПДРН, значит, рано что использовать. Есть статьи. Есть обнадеживающие результаты. Есть какой-то принцип действия. Но я не считаю, что аллопеция можно... Ну, это такая часть медицины. Ну, сложно. Я бы... Даже про псориаз еще больше есть исследований. Поэтому... Ну, использовать ли при псориазе, это я вам не ваш адрес скажу. Я вообще говорю. Надо еще подождать. Может быть, я слишком... Как про себя говорил. Я слишком консервативен в медицине. И слишком... Если нету доказательной базы, грубо говоря, я не рискую использовать в таких целях уже лечения заболеваний. Хотя, признаюсь, я нашел очень достойную статью, которая касается волосистой части головы. Ваши выпопов... Да. Стимулирует ПДРФ пролиферацию адепатитов. Да! Об этом мы можем поговорить в следующий раз. Вот это точно интересно. Стимулирует. Вообще, с жировой тканью работать очень интересно. Очень интересно. И это, я считаю... Это не только... Это уже настоящее. Это даже не будущее. Это уже сегодня жировая ткань. Она даже... Даже... Уже считается, что у нее есть собственная физиология. Это в подкожном жире, я говорю, а не в каком-то другом жире. А это вообще интересно. Очень интересно. Ну, еще есть. Давайте. Yes. Илья... А, да. Спасибо вам еще раз. А я как бы на время, наверное, прощаюсь. Я очень надеюсь, что мы увидимся уже в реальном пространстве, в реальном времени. Мне не хватает фидбэка. То есть я вас не вижу, я не чувствую. И вообще мы можем сделать много чего интересного. Как в плане филеров, так и в плане наших химических составов. Поэтому живем. У нас даже есть какие-то планы более интерактивных, более веселых, более интересных подходов. Поэтому спасибо вам. Я очень благодарен аудитории, которая посещала все четыре вебинара. И особенно последний, который я знаю, что у него не очень простой. Я знаю, что очень такой, ну, скажем так, даже можно сказать скучноватый. Но, ну, что делать? Раз мы уже беремся за такие биотехнологии, надо говорить. Спасибо вам большое. И удачи в практике. Когда и сейчас, и в будущем, тем более, когда все откроется. Удачи! 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 Продолжение следует...